Открытие собственного бизнеса – это путь к воплощению своих идей и, конечно, к достижению финансовой независимости. Однако путь этот нелегкий, так как существует множество проблем и препятствий, на которые начинающие предприниматели должны найти ответы. Молодой бизнесмен из Гагаузии Александр Гайдаржи уже второй год занимается производством тары для плодовощной продукции. Какими принципами руководствовался молодой предприниматель, начиная свой собственный бизнес? Желание было в принципе построить какой-то бизнес, но в частности производство тары. Исследовали рынок, соответственно, определили то, что есть место, есть объём. Порог входа в этот бизнес в производство тары, он не маленький, на самом деле, начиная от 50 тысяч евро. То есть наша общая совокупность вложений – это порядка чуть больше 60 тысяч евро. Как отметил молодой предприниматель, для открытия данного бизнеса необходимо было немало денег. Хорошим подспорьем, по его словам, стало участие в написании проектов в различных программах. Подавались заявки в другие организации, ну вот повезло. САРТ одобрила заявку нашу, то есть наш пакет документов, уже выделили деньги на покупку оборудования. Это оборудование позволяет производить, перерабатывать, точнее, с круглого леса, преобразовывать дощечку, что способствует, в принципе, уменьшению себестоимости продукции. Это для Гагаузии, это хорошо чем. Возможно, вы даже можете получить тару на 50 копеек дешевле каждый ящик. Есть новые дополнительные рабочие места. Открытие новых рабочих мест – это главная задача, которая ставится донорами при поддержке какого-либо бизнеса. Поэтому Александру, благодаря полученным деньгам, удалось улучшить не только производство, но и увеличить количество рабочих мест. Коллектив нормальный, молодые ребята все, работаем. Ну, Александр вообще со своими обязанностями справляется, как начальник, он хороший человек. Все помогают друг другу, кто и где не успевает, как бы помогают, бросаются в работу, успеваем, как бы делаем все нормально. У нас сезонное производство, да, то есть мы работаем полгода, в принципе, а остальные полгода служат в качестве подготовки. И вот за полгода у нас общее количество работников от 15 человек до 25 зависит от потока заказов. То, во что упакован товар, не просто тара, а существенная составляющая продукции, которая оберегает ее во время транспортировки, хранения, а также применения. Поэтому она должна соответствовать всем требованиям нормативов и быть безопасной для покупателя. Кроме этого, нередко именно упаковка своим завлекающим видом становится важнейшим фактором выбора для потребителей.